Всем привет! Меня зовут Мария. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас две темы в одном видео. И первое это пустые баночки уходовой косметики для лица за целый год. Не поверите, не специально, но вот такая сумка огромная, кто же в Израиле знает, из-под обуви у меня накопилось. Из пустых банок. И видео про пустые баночки я не снимала, получается, что целый год. Последнее было, мне кажется, 29 декабря, аж 22 года. Посмотрим по категориям всю косметику, сколько баночек получилось. В конце покажу вам их на столе, расставлю все, какое количество. И что мне больше понравилось, что меньше понравилось. И отсюда вытекает вторая тема видео. Это выберу фаворитов, по крайней мере постараюсь, уходовой косметики за целый год. Не знаю, как у меня это получится, но в процессе видео как-то решу. Надеюсь, видео вам понравится и приятного просмотра. Хочу начать с категории серумы-сыворотки. Я насчитала 11 бутылочек. Правда, две из них купила еще в прошлом 22 году, но использовала в этом. Из 11 бутылочек 10 пустые и одна полная. Сейчас расскажу, почему я не пользовалась. В уходе утром я всегда использую витамин С. И в этом году познакомилась с четырьмя новыми серумами для меня. С витамином С. Мне кажется, это все аптечные бренды. Виши, Ларош-Позе и две сыворотки Сесдерма. Скажу честно, они мне понравились все четыре. Абсолютно. Немножечко, конечно, они разные по текстуре, по цене, даже где-то по объему. И я, наверное, не хочется говорить от худшей к лучшей буду рассказывать, но как-то нужно нам выбрать, вернее, хотя бы построить какой-то рейтинг. И начну я с сыворотки Виши. У нее из всех четырех сывороток серумов всего лишь 20 миллилитров. А стандартная, мне кажется, обычно всегда это 30 миллилитров, по крайней мере, во всех остальных сыворотках. Что по поводу использования. У нее, в принципе, удобный носик. Здесь чистая аскорбиновая кислота в 15%. Вообще, эта форма, она очень хорошо работает на коже, быстро работает, если только у вас нет никакого раздражения, именно какой-то реакции именно к аскорбиновой кислоты, потому что форма достаточно агрессивная. У меня было все в порядке, никаких раздражений, покраснений я не заметила. Работает хорошо, текстура жиденькая, как водичка, то есть не маслянистая, не силиконовая. Даже, возможно, где-то сложно ее наносить, потому что сквозь пальцы утекает, знаете, нужно быстренько нанести. А если сразу на лицо капать, то можно и на одежду попасть. Ну, в общем, по поводу нанесения можно приспособиться, но и вот эта текстура, она подойдет любому типу кожи, потому что даже жирный вы не почувствуете никакого слоя. То есть можно дальше наносить свой крем, СПФ, тональную основу, все что угодно, это не будет чувствоваться каким-то лишним слоем, этот серум. В целом, все отлично, кроме, наверное, вот 20 мл, а цена примерно такая же, как все остальные серумы, которые я попробовала. Поэтому я его, наверное, отправлю на последнее место, хотя он тоже, конечно же, хороший, приятный серум. La Roche-Posay. 3 месяца срок годности, 30 мл объем. Здесь тоже чистая аскорбиновая кислота, но 10%. Мне серум понравился, у него консистенция более силиконистая, у меня сухая кожа, и именно такая текстура мне нравится больше. Кожа остается бархатистой, такой напитанной, как будто бы увлажненной. То есть это не совсем водичка, да, как в Виши. Сухой кожи будет очень, мне кажется, приятно. Не знаю, наверное, и жирный, и нормальный будет, но это уже сугубо такое личное ощущение. Мне он очень-очень понравился, я его очень хочу повторить. И даже смотрела, вот у нас здесь Суперфарм, на данный момент почему-то отсутствует, не купить его. В общем, он классный. Возможно, некоторые придираются к пипетке, как будто бы она чуть-чуть, вот тяжело ее вытаскивать. То есть она, ну, нужно аккуратненько это делать, потому что может протечь как-то. Быстро тоже окислился, стал желтеньким, потому что срок годности 3 месяца. В общем, нужно уложиться в эти 3 месяца, использовать его. Ну, он прям классный. И вообще, конечно, витамин С делает чудеса, осветляет, освежает кожу. Это мощный антиоксидант. Мне очень нравится в утреннее время. Далее я познакомилась с испанским брендом Сесдерма. Первый серум я заказала вот этот. Это такой липосомальный серум. У них какая-то своя технология, что, значит, ингредиенты заключены в нано-капсулы, которые быстро глубоко проникают в глубокие слои кожи, и там эти ингредиенты начинают работать. То есть какие-то нано-технологии. Не знаю уж, как они там точно работают. Серум мне понравился. Здесь уже стабильная форма. Здесь срок годности 12 месяцев. Можно растягивать удовольствие. Также 30 мл. Очень приятный гелевая такая лосьонообразная текстура беленькая была. Хорошо впитывался. Быстро так не оставлял никакой липкости, никакого слоя. Супер для всех типов кожи. Ну и далее я решила уже попробовать вот такой оранжевенький Сесдерма. Он немного подороже, чем этот. Ну, видимо, обуславливается, что здесь аж 5 типов витамина Си. Также липосомальный это серум. И также с нано-технологиями. Ну, тоже вот эти контейнеры, которые как-то проникают глубоко в кожу. И он у меня ещё не закончился. То есть, вот буквально у меня осталась, наверное, тут одна, не знаю, какая, пятая часть. Я думаю, что я в ближайшие недели уже его закончу. Очень приятная текстура, приятное нанесение. Быстро, легко впитывается. Не оставляет также никакой липкости, жирности, ничего. Даже могу вам немножко его продемонстрировать, так как он у меня ещё есть. Вот он даже не окисляется. Вот такая кремового цвета, немножечко лосьонообразная, белогелевая какая-то, наверное, текстура, да, немножко. Вот. И пахнет мандаринкой. Очень-очень приятно. Я, кстати, не помню, если Слесдерма вот этот как-то чем-то пах. Вот, правда, что-то я подзабыла. Виши ничем не пах, а вот Ларош Позе у них есть определённая отдушка. Она меня не смущает, такая приятная косметическая. Поэтому мне понравились все серумы. Но, наверное, на первое место я выделю Ларош Позе. Это лично моя такая вот, по моим ощущениям, для моей кожи очень приятная для меня текстура. Ну и, наверное, Слесдерма вот этот оранжевенький, потому что по составу он вроде как богаче, чем Слесдерма вот эта обычная. Си-вид, а это Си-вид 5 оранжевая, да. Вот. Виши тоже классный, но поскольку здесь 20 мл, давайте его сделаем в конце моего рейтинга. Ну и того, два серума с витамином Си у меня победили и становятся моими фаворитами в этом году. Я думаю, что в конце видео, а может быть я в телеграм-канал, я там его плохо так веду, но может я сделаю какой-то отдельный прямый пост с фотографиями каждой категории, такой некий рейтинг. Вот. А может даже сниму шорт именно фаворитов. Переходим к серумам вечернего ухода. Мне также будет их сложно выделить какие-то фавориты, потому что у них разные предназначения у каждого серума. Ну вот, давайте я покажу, значит, Estee Lauder Advanced Night Repair и Time Revolution от Misha, тоже Night Repair Ampoula 5X. Они по составу, вообще по своему действию вроде как похожие, да, можно даже сказать одинаковые. То есть это восстановление кожи, здесь пробиотики, в Time Revolution формула, вот эта обновленная здесь Extreme Bioma 77,2%, также бета-глюкан присутствует. То есть всё это работа и с морщинками, и с увлажнением кожи, восстановлением кожного барьера. Обе классные. Ну, если говорить по объему и по цене, то, конечно, выигрывает Миша. Хотя Estee Lauder это, наверное, такой бестселлер, да, вообще среди серумов. Он тоже очень-очень отличный, оба мне нравятся. Я вот использовала, тем более, что в конце 22-го, начале 23-го года у меня был вот этот вот мой переоральный дерматит, и я пользовалась разными там мазями, и потом нужно было восстанавливать кожу. И вот эти два серума были отличными такими помощниками, именно восстанавливать кожный барьер. После всех мазей, там, я что только, и антибиотики, и стероиды, и что я там только не пробовала, половина оказалась ненужным. Ну, в общем, а здесь как раз в составе лизат фермента, вот здесь какой-то, ну, то есть пробиотики какие-то есть, или пребиотики, как они точно называются. Два классных серума. Миша, они выпускают практически каждый год немножко в новой упаковке. То есть, если в 22-м году я также покупала бордовый, вот в 23-м я купила фиолетовый. Посмотрим, что будет в следующем году. Также я попробовала два серума с неоциномидом в этом году. Один из них это неоциномид серум Advanced Clinicals с iHerb. Очень бюджетная сыворотка. Здесь 52 мл, большой объём, молочкообразная, такая, как лосьончик, удобный вот дозатор. Ну, она, честно сказать, ну, никакая. Я не почувствовала никакой особой разницы, кроме, наверное, увлажнения на коже. Какого-то суперэффекта я не видела. Возможно, именно для моей уже такой вот сухой возрастной кожи. Для молодой, возможно, будет отлично. Тем более, что здесь пишут, что 5% неоциномид. Ещё какие-то добавочные ингредиенты. Вот это, наверное, у меня будет самый низ рейтинга моего серума, которым я пользовалась в этом году. Ну, и, конечно, мой любимчик. Это что-то La Roche-Posay Neocinamide 10. Вот эта сыворотка, да, я почувствовала разницу. Действительно, когда я её использовала, я видела, что кожа, ну, в прекрасном состоянии. Она увлажнённая. Не было никаких, ну, не то чтобы у меня сильно есть какие-то высыпания, но тоже бывает. Но вот во время использования неоциномид, видимо, очень хорошо сработал на моей коже. Вообще ничего, ни точки никакой, как говорится. Плюс хорошо осветлял кожу. Опять же, я всегда пользуюсь SPF-кремом. У меня нет такой сильной или вообще какой-либо пигментации. Но всё равно всё же какая-то уже где-то что-то присутствует, да, небольшое. Вот всё-всё-всё она, вот эта сыворотка убрала. Прямо все какие-то точки, какие там были, может, от каких-то воспалений предыдущих, да, всё убрала, очистила, кожа была прям в идеальном состоянии. И я эту, этот серум буду повторять, вот, однозначно, 100%, я куплю ещё такой и буду в вечернем уходе его использовать. При том, что я использовала только вечером, да. Наверное, эффект ещё лучше, если использовать утром и вечером. Супер! Мне очень понравилось. У неё такой есть парфюмированный аромат небольшой и гелевая, гелево-лосьонная тоже текстура. Кожа, кстати, остаётся бархатной. Она такая бархатная, сухая. Сухая, я имею в виду в приятном смысле, бархатистость. Я даже не знаю, как это объяснить. То есть она не липкая, не жирная, а вот бархат. Супер! И, возможно, на мне это так сработало. Не знаю, кто пробовал, напишите, понравилась ли вам вот именно La Roche-Posay Niacinamide. Сыворотка Clinique из их линейки Smart. Она вроде как немного с ретинолом. Понятно, что неизвестно в какой процент. Ну, то есть это что-то, что точно не будет вам не раздражать кожу, не как-то не агрессивные. Это просто в составе серума. Здесь много разных ингредиентов. Всё направлено на борьбу с морщинками, с коррекцией уже такой возрастной кожи. Мне понравилось. То есть не могу сказать, что был какой-то вау-эффект, чтобы я хотела её повторить. Но помню, что использовала с удовольствием в вечернем уходе. Супер! И мне понравился ещё из этой линейки крем для век. Тоже вам его покажу дальше. Хорошее средство. Особенно, если есть хорошая цена, можно его взять. Но не могу сказать, что это какой-то прямо супер мой фаворит в этом году. Увлажняющая сыворотка Миша, супер аква. Это просто гиалуроновая сыворотка, ультра, такая вот ампула. Неожиданно, но она мне понравилась. Я думала, это будет что-то совсем такое гелевое, но оказалось, это гелево всё же питательное. Какая-то мне понравилась консистенция, текстура. Это хорошее увлажнение кожи. Я использовала её летом. Не могу сказать, что в вечернем уходе. А знаете, больше в течение дня, когда мне нужно было ещё не ночной уход, но какой-то такой, может, дневной, вечерний, не знаю, после моря или после работы, если я умылась и мне хотелось ещё что-то такое нанести, но не ночной уход. Вот я её использовала. Здесь 12 месяцев срок годности. Большой объём, по-моему, в районе 50, не знаю, да, наверное, в районе 50 миллилитров, 47 миллилитров. Отличная, неожиданно. Хотя я не очень люблю просто обычные сыворотки с гиалуроновой кислотой, без каких-то активных ингредиентов. На мне они как-то уже не очень хорошо работают. Сером с гликолевой кислотой 10% плюс молочная кислота. Также с iHerb, вот я не использовала этот серум, совсем-совсем чуть-чуть, какое-то количество раз я использовала. Здесь и ячейкислота, и биячейкислота, соответственно, салициловая, да, вот молочная, фатиновая, по-моему, кислота. То есть это всё на отшелушивание кожи, придавать гладкость кожи, ну, также работать с морщинками, вообще и поры очищает. Такая ночная эксфолирующая серум, ночная эксфолирующая серум лица. Я, честно сказать, даже не могу точно понять, почему я не стала пользоваться. Каждый день мне такого много. Раз в неделю я вначале то-лю-то забывала. Вернее, вначале я вообще боялась, потому что после своего дерматита я какое-то время очень избирательно подходила вообще к тому, что я наношу на лицо. И все эти агрессивные штуки я очень боялась, хотя мне уже хотелось начать с кислоты, но я боялась. А теперь, мне кажется, уже срок годности её прошёл, здесь 6 месяцев срок годности, и, в общем, я её, ну, подумаю, что с ней делать, наверное, уже просто избавляться. Так тоже бывает. И из вечернего ухода, честно сказать, я не знаю, как мне выбрать. Мне понравились вот эти все 5 серумов, то есть неоцинамид, мне понравилась с гиуроновой кислотой увлажнялка, мне понравился с ретинолом смарт, мне понравились обе, нравятся и стелаудер и миша. Но, наверное, давайте скажем так, я выберу La Roche-Posay, неоцинамид 10%, и Миша Тайм Революшн, только потому, что здесь больше объём, меньше цена, и он тоже с отличным составом. Несмотря на то, что у меня был также и Estee Lauder серум. Ну, как-то так, пускай будут именно эти две. Хотя, вот, да, Estee Lauder-то тоже классная. Переходим к категории тонеры-тоники. Я насчитала 11 бутылочек, и тоже у меня есть разделение. Утренний и вечерний уход. Утром люблю использовать именно тонеры, которые наносятся руками, увлажняющие, и у меня это всё корейские тонеры, так оказалось. Всего вот три штучки покупала я на iHerb. Начну с Dear Klairs. И, наверное, это у меня уже третья бутылочка, то есть я его уже пробовала. Очень мне нравится вообще и эта фирма, и тонер увлажняющий. Очень хороший у него состав. Здесь и бета-глюкан также в составе, и центелла, и гиалуроновая кислота. Супер! Он гелевый, у него присутствует аромат некий, может кому-то не совсем понравится. Но в прозрачной бутылочке, также у меня когда-то был, без аромата, есть точно такой же тонер, но без аромата, да? Классный! Но он не будет моим фаворитом в этом году, просто потому что я им уже много раз пользовалась. Я знаю его давно. Но всем советую его попробовать, если ещё не пробовали. Правда, классная увлажнялка. Далее, Миша, Time Revolution. И вот с этим тонером я познакомилась в этом году. Мне очень-очень понравилось всё в нём. Во-первых, красивая упаковка. Классная текстура. В меру гелевая, в меру жидкогелевая, да? То есть наносить руками очень удобно. И очень-очень маленький расход. Буквально пару капель хватает на всё лицо, шею, декольте, отлично увлажняет кожу. Здесь классный состав. И не ацинамид. И также бета-глюкан. И вот Extreme Ferment Beta. Их какой-то там специальный, из чёрных грибов, из чего-то там такого, который восстанавливает кожный барьер. Понятно, что тонер это не серум, да? Здесь не такое большое количество, процентов, процента этих ингредиентов. Это всего лишь первый этап ухода, да, после умывания. Но, тем не менее, мне кажется, что даже классные ингредиенты не просто увлажнения, а плюс в составе что-то такое интересное, тоже влияет на нашу кожу. Отличный, однозначно, нужно брать. И следующий тонер, как раз я его ещё использую, здесь небольшое количество осталось, фирмы Blythe, тоже CyHerb. Какой-то невероятный. Он более жидкий, гелевый, но более жидкий, видите, такой. То есть расход немножко побольше, чем у Миша, потому что просто, наверное, наливается чуть больше на руки. Он такой бодрящий, освежающий. Утром, ну, одно удовольствие пользоваться. Это цитрусовый аромат, но сладкий, приятный, не агрессивный. Пробуждение, не знаю, вот хочется им умываться, вот прямо умываться. Наносишь на лицо, и такое свежее сразу лицо, просыпаешься моментально. Классный. Он идёт 9 каких-то там Essential Seeds для осветления кожи. 150 мл. Подойдёт для всех типов кожи. То есть, я думаю, и для жирной, и для сухой, и для любой. Классный. Вообще, жалею, что не познакомилась с ним раньше. Вечером мне нравится использовать тонеры более уже доочищающие, так скажем, макияж. Да, как практически третий этап после гидрофильного бальзама геля. И вот тонер, чтобы точно убедиться, что я хорошо очистила кожу. Плюс её увлажнить. И, как правило, я использую тонеры с эксфолирующей, то есть, такие, которые немножечко отшелушивают верхний слой кожи. То есть, помогают кожу очистить, чтобы ночной уход лучше проникал, проходил. От всех этих вот роговевших частей, да, чешуек и так далее. В этом году я использовала клиник. Это единичка для сухой, очень сухой кожи. Мне нравится этот тонер. Не первый у меня. Кому-то, я знаю, что не нравится спирт в составе. Я даже не знаю, сколько там спирт в составе, но запах присутствует. У меня нормально, всё отлично с кожей. Я не ощущаю какое-то раздражение, да, или что он какой-то агрессивный. Нет, мне кажется, мягко очищает кожу. Понятно, что особо не увлажняет, наверное, но чувствую, что кожа, правда, чистая. Много раз повторяла и думаю, буду ещё когда-то повторять. Также я повторяла Glow Tonic Pixi. Тоже 5% гликолевая кислота, как эксфолиант, хорошо действует. Он уже немножко более такой агрессивный. Для сухой кожи надо, так аккуратно надо, но я с ним знакома, поэтому я использовала. По-моему, может даже не каждый вечер, как-то через раз. Но, правда, очень быстро кожа сиять начинает, потому что с возрастом она медленнее. У нас, кстати, все наши клеточки отшелушиваются. А такие тонеры помогают быстро всё это отшелушивать, но мягко. А такие тонеры быстро помогают отшелушивать все эти старые клеточки. И, соответственно, кожа начинает уже как-то преображаться, сиять. Тоже супер. Буду его в следующем году повторять. Познакомилась с тонером фирмы COSAR-EX. Это AHA, BHA, витамин C, дневной тонер. Также здесь какой-то Golden RX комплекс их собственный. Неплохой был тонер, но меня особо не впечатлил. Вроде здесь и тоже салициловая кислота присутствует, и ячей кислота. Я не знаю, ячей в виде чего, гликолевый или каких-то других. Но он был мягенький, вот что могу сказать. Кожу точно не раздражал, нормально очищал, но повторять не буду. Даже не знаю почему. Ну, как-то так спокойно прошел мимо меня. Обычный, нормальный тонер. Познакомилась с тонерами EFACLAR, линейка EFACLAR фирмы La Roche-Posay. Вообще заявлено для жирной кожи. Ну, я брала один, второй был, по-моему, 50%. Получилось, что взяла два. Мне они понравились. Не могу сказать, что они какие-то агрессивные. Хотя, конечно, очищают так нормально до скрипа. Здесь также присутствует, мне кажется, вот, наверное, тоже салициловая кислота, потому что пишут от черных точек. Больше это для проблемной кожи с какими-то воспалениями. Но я так аккуратненько тоже очищала нос, подбородок. То есть, ватным диском проходилось в легкую. Неплохой тонер. Не могу даже сказать, что он как-то, несмотря на то, что он заявлен для жирной кожи, что он был как-то агрессивнее, чем, например, Клиник Единичка. Мне кажется, здесь даже спиртика и побольше будет, чем вот для жирной кожи La Roche-Posay. Ну, к тому же, это аптечный бренд. Я думаю, хуже не сделала. Мне нормально зашли эти два тонера. Я использовала в вечернее время, очищала, дальше хорошо кожу питала, увлажняла, и всё было хорошо. В отдельной категории, так скажем, тонеров хочу показать два вот таких вот. Это La Roche-Posay. Лосьон для чувствительной кожи. И также тоник Биодерма. Биодерма. Именно тоник. Это не мицеллярная вода. В Израиле, кстати, не продают именно тоник. Я заказывала со SweetCare, мне кажется, да, с сайта, тоже для чувствительной кожи. И брала я их как раз-таки в период своего этого дерматита переорального. Вот в начале 23-го, я даже не помню, конец, наверное, 22-го, или это уже в начале 23-го было. И долгое время я протирала лицо только вот такими тониками именно и утром, и вечером, когда фаза вот этого дерматита была у меня острая. То есть, чтобы очень-очень чем-то лёгким вообще буквально не затрагивать все эти высыпания, чтобы не провоцировать их, да, какие-то новые высыпания, и вообще, чтобы всё успокаивалось. И они, правда, очень хорошие, я с удовольствием их использовала, и они, правда, меня очень выручили. Никакого раздражения, никакого вообще ничего не чесалось, не раздражалось, не краснело, умывало, можно сказать, лицо я вот только этими тониками. Мне кажется, какой-то был период, что я даже водой не пользовалась, протирала легко так ватным диском всё лицо, включая сами вот эти воспаления, этот сам дерматит. И очень рекомендую, если у вас какие-то кожные проблемы, вот именно такие тоники. То есть, они очищают кожу, потому что я даже мылом не пользовалась в тот период. Вот, не агрессивно, да, очищают кожу, и как-то её всё равно тонизируют, немножечко как-то увлажняют. Супер! И последний тонер в виде падов-пэдов. All Clean Balm от фирмы Heimish брала на iHerb. У меня ещё просто у нас остались эти пады здесь вот на дне, я даже думаю, на пару недель, потому что это кажется, что мало, но на самом деле их там ещё нормально. Тоже очищающие, такой, с лёгкой кислотой, здесь именно pH-кислота, с крупной молекулой, это типа pH-кислота, но такая не очень-очень мягко отшелушивает кожу. Подойдёт для всех типов кожи, очень удобно в использовании. Сразу у вас ватный диск, который с одной стороны рифлёный, с другой стороны гладенький. Здесь очень много жидкости, я даже думаю, что у меня закончатся вот эти вот пэды, я ещё туда буду макать обычные эти ватные диски. Есть здесь этот пинцетик, который туда всё время падает. Ну, супер! Не могу сказать, что это будет моим фаворитом, но мне понравилось использовать. Я такой вот на пробу взяла. Неплохой состав у них, хорошо очищают, хорошие. Итого, в этом году могу выделить, как я уже сказала, два увлажняющих серума Миша и Блайз. И я думаю, что Ларош Фазе, оба, и Фоклар, и вот этот вот для чувствительной кожи, и Биодерма. Биодерма, такой вот тоник. Особенно я просто это ощутила на себе, когда у меня были проблемы, и они мне действительно помогли, вот эти два тоника. Перейдём к кремам для век. У меня в руках шесть баночек, бутылочек. Одна из них, которой я ещё продолжаю пользоваться, и которая перейдёт со мной в 24-й год. А именно, увлажняющий крем Бобби Браун. Это просто увлажняющий крем для век. Шесть месяцев срок годности, приятная текстура, хорошее увлажнение, даже есть некое питание. Я использую его вечером, иногда и утром, можно под макияж. То есть он как-то, иногда бывают кремы, которые питательные, они немножко, я не знаю, может у меня такой эффект, утяжеляют век, как будто ты этот крем на веки чувствуешь. А если какой-то крем берёшь более увлажняющий, то он быстро впитывается и вообще ничего не оставляет, как будто сухие веки. Вот в этом креме всё соблюдено, если есть такое слово, в меру. То есть я долгое время ощущаю увлажнённую, напитанную кожу, не видно никаких морщинок, при этом никакого утяжеления, да, какого-то жира, блеска или ещё чего-то. Бархатистая текстура, аромат, как у Бобби Браун, всей косметики такой немножко травянистый, мне кажется, или его нет, я не помню, или это я путаю с базой. Нет, здесь нет вообще никакого аромата, да, это я, наверное, перепутала с базой под макияж. В общем, крем классный, забираю его с собой в 2024 год, буду пользоваться далее. Фирмы Clinique использовала обычный All About Ice, вот такой крем, приятный, хороший, хотела купить именно с пометкой Rich, более питательный, но что-то не было, я взяла такой. Но я думаю, что я буду его повторять, многие к нему относятся так как-то обычно, никак, а мне понравилась и текстура, и эффект на коже. Быстро так кожу приводил, именно под глазками убирал немножко отёчность, если есть, утром под макияж я его использовала, мне понравился. Фирмы Clinique, крем, вот это из линейки Smart, про которую я говорила про серум, да, немножко он, наверное, тоже с ретинолом или ещё с чем-то. Вот он мне прям очень хорошо зашёл, наверное, моя кожа уже возрастная, такая сухая, чувствует свои потребности, да. Он более питательный, конечно, при этом также не утяжеляет, не как-то там, не жирнит эту кожу под глазами, но какой-то даже, мне кажется, я увидела эффект, убирал какие-то он морщинки. Мне вот такое ощущение, хотя у меня здесь всего лишь 5 мл. Это был не то чтобы пробник, я купила набор, получается, шёл серум, и к нему шёл вот 5 мл вот такой, ну, наверное, пробник, да. И даже за то время, что я им пользовалась, какой-то эффект я увидела. Думаю, нужно повторить в полном размере такой крем. Ну, вот я просто помню свои ощущения, что он мне очень понравился, я его выделила. На момент, когда я им пользовалась. И хватило его, правда, надолго, потому что буквально пару капелек, ну, пару нанесений таких точек, и хорошо он так... Я наносила на косточку, вот, под бровь, и вот здесь, да. Я как-то на само веко не наношу никогда. Я знаю некоторые девочки, хотя есть кремы, которые нужно наносить на вот область этого подвижного века, а есть кремы, которые нет. Но я не наношу, честно сказать, даже не знаю, какие. Ну, далее крем Цераве, такой вот малыш, я его даже, видите, разрезала. Это обычный увлажняющий крем, ничего особенного, но и ничего плохого. Я думаю, подойдёт всем. Не помню, чтобы он что-то делал, но, опять же, со своим этим терматитом я, когда начала пользоваться уже косметикой, после того, как исцелилась, так скажем, когда высыпания стали проходить, я начала пользоваться, и в основном вот стала покупать всё аптечное, и чтобы без особо каких-то таких ингредиентов, знаете, агрессивных. Вот взяла просто Цераве, именно в Израиле, там ничего не думала, ничего не заказывала на тот период, просто зашла в аптеки, купила. Здесь керамиды-церамиды, хорошо увлажнял, но ничего-то там супер такое интересное. Я думаю, что для молодой нормальной кожи будет отлично, и цена хорошая, кстати. Далее я попробовала крем La Roche-Posay с витамином Си, вот он мне понравился. Он, правда, как-то кожу вокруг глаз, вот веки подсвечивал, что ли. Мне кажется, у него даже текстура, мне кажется, у него даже цвет был такой немножко, как будто бы, ну, не с блёстками, да, такой светоотражающий. А может, это я уже плохо... Ну, мне кажется, что-то такое, да. Но у него срок годности 6 месяцев, он достаточно быстро начинает окисляться, потому что здесь витамин Си, и нужно им так активненько пользоваться. Я пользовалась, по-моему, в утреннее время, под макияж не конфликтовал, но под конец использования он стал немножко желтить. То есть, вот этот окисленный витамин Си начал немножко... Как-то я видела, что наносила, например, консилер или тон, и он мог где-то желтить. Я думаю, что от крема. Хотя крем, правда, классный. Тоже от него был эффект и морщинки, и увлажнение, и именно подсвечивание, осветление вот этой вот кожи, да. Не то чтобы самого синячка. Я думаю, что у моей синячки это больше просто прозрачная кожа, в плане того, что она такая вот тоненькая и сухая. Но он эту зону, не знаю, освежал, вот так скажу. И меньше всего мне понравился крем, который я тоже первый раз пробовала. Это фирма Авин, аптечная косметика. В целом такой вот удобный... Удобная с одной стороны туба, да, с дозатором. Хотя здесь всего лишь тоже 15 мл. Может показаться, что огромная, но нет. Как в обычном креме для век. И что было неудобно, я не знала, в какой момент он закончится. Я всячески пыталась попробовать подсветить, знаете, телефоном, фонариком и так и сяк, когда же он закончится. Но не получилось и закончился он, как я и предполагала. Просто вот в один день, когда мне нужно утром наносить, он... его нет. То есть нажимаю и всё. И последняя капелька вышла. Не понравился мне. Ну какой-то никакой. У него консистенция такая очень-очень жидкая. Вроде гелевая, наносишь на кожу век, она очень быстро становится водичкой, которую абсолютно не чувствуешь. Она как-то впиталась и всё. Возможно, это более жирной коже подойдёт, потому что мне нужно чуть-чуть больше питания и увлажнения на эту зону. А тут я именно по текстуре ничего не ощущала. В составе вроде как заявленный тоже ретинол, который как ингредиент должен хорошо работать. Но какого-то суперэффекта я не заметила, поэтому использовала, но повторять не буду. И выделить хочу, вот, наверное, прям хочется все четыре выделить крема. Ну давайте Бобби Браун я оставлю на следующий год, потому что ещё буду им пользоваться. Выделю вот так вот три с витамином Сила Рош Пазе. И клиник мне понравились оба. Ну давайте уж что там, возьму всё же Смарт, потому что для моей кожи возрастной, сухой. Вот эта вот линеечка Смарт отлично зашла. То есть крем для век, думаю, надо бы повторить. Два фаворита. В категории крема для лица не могу похвастаться чем-то интересным. Пользовалась в основном аптечными кремами. Основной это Цикопласт Баум Б5 Ла Рош Пазе. Он и будет моим фаворитом. Не специально, а опять же пришлось познакомиться из-за вот этого же моего дерматита в начале года. Но я очень рада. И этот крем действительно помог мне справиться с моей проблемой. То есть он успокаивал кожу раздражённую, с высыпаниями, с этим дерматитом. И мне кажется, нужно его всегда иметь. Особенно если вы страдаете действительно такими раздражениями, какими-то дерматитами на коже, сухостью кожи. Здесь в составе пантенол 5% и трибиома. Правда, отличный крем. Он достаточно, можно назвать его плотненький такой, наверное, жирненький где-то. Но я использовала на всё лицо. И сейчас продолжаю использовать. У меня такой же тюбик. Я их за целый год истратила, вот мне кажется, сколько? 3-4. Также крем фирмы Авин Цикал Фейт. Это, ну можно сказать, практически такая же линейка, как и Цикапласт у Ларош-Позе. Тоже для кожи с сухостью, с раздражениями, с дерматитами. Можно использовать тоже всей семье. Ну, хороший. Но почему-то у меня больше сердце легло к Ларош-Позе. Даже не знаю почему. Хотя они очень похожи. Причём даже их текстура такая вот белая, плотненькая, похожа. Но я думаю, что из-за того, что здесь пантенол в обоих кремах. Неплохой был. Также Ларош-Позе я познакомилась. Вот такие два крема. Это линейка Толеран. Толеран один у меня получается. Я даже не знаю, чем они отличаются в плане вот тюбик и бутылёк. Потому что в целом здесь и здесь 40 мл. Но мне кажется, вот это больше для такой кожи аллергичный. Да, а это, ну, в принципе, тоже, а это sensitive написано для чувствительной кожи. Обычные базовые увлажняющие кремы, которые кожу успокаивают без отдушек. Вот после своего дерматита я ещё долгое время пользовалась и таким кремом. Ну, он просто немножко полегче. Я думаю, его лучше именно из линейки Толеран использовать в утреннем уходе. Потому что цикопласт, он всё же поплотней получается. Его лучше, наверное, на ночь. Хотя там уже, когда у вас обострение каких-нибудь дерматитов, там уже не до ночи, не до дня. Цераве. Вот такой вот увлажняющий крем. Обычный. Кстати, он PM. Не AM. AM у меня скатывался. А вот PM немножко силиконистый, такой вот гладкая кожа, увлажнённая. Можно под макияж. Прямо помню, что понравился. И хорошая цена, и удобный у него вот дозатор. Уходит прямо, видите, до самого конца. Классный. Был у меня крем Клиник. Это 100 часов увлажнения. Тоже я им уже пользовалась, мне кажется, и в прошлом году. Ну, а может, в прошлом году было 72 часа увлажнения. Я точно не помню. Они там как-то повышают ставки. Такой лёгкий, базовый, гелевый крем. Увлажняющий, дневной. Всё отлично в нём. Pion Camule. Крем тоже чем-то даже похож, наверное, на Клиник. Но понравился мне всё же меньше. На моей коже он быстро впитывался. Я не ощущала какого-то очень хорошего увлажнения. Но Pion Camule – это кремы с хорошим составом. Вообще хорошая косметика корейская. Покупала на iHerb. В целом использовала. В общем, и использовала. Повторять мне его не хочется. Был у меня фирмы Cosarex. Вот такой увлажняющий, oil-free, ультра увлажняющий лосьон. Он идёт с экстрактом какой-то японской, наверное, берёзы. 70.8% вот этого экстракта. Это приятная текстура. Супер увлажнение. Использовала его летом. Мне очень нравится. Вместо крема можно его использовать. Причём жирной кожи также подойдёт. И несмотря на то, что тут нет масел, мне кажется, даже сухую кожу он зачастую может увлажнить намного лучше, чем какой-то крем с маслом, не знаю, там, более такой, да, продвинутый, увлажняющий. Мне кажется, у него даже увлажнение лучше, чем у клиник. Ну вот, они вообще, может быть, что-то похожее, но текстура такая, знаете, кожа становится гладкой-гладкой. Такой, как, даже не знаю, не могу описать этот эффект, но при этом всё равно быстро впитывается и не оставляет никакой липкости. Можно под макияж. Мне нравился. И ещё я брала такой 20 мл пробничек, тоже с iHerb и тоже истратила. У меня эта бутылка не первая, я много таких использовала. Был у меня вот такой малыш Embryolisse 30 мл. Это мультифункциональная штучка, то есть это и крем под макияж, вернее, как база под макияж, и увлажняющий крем, и маска 3 в 1. У него яркий аромат. И у меня второй такой тюбик, я им пользовалась ещё и в прошлом году. Мне нравился. Хорошо увлажняет, питает кожу. Когда не знаешь, что купить, просто вот покупала его в Superfarm. Первый раз, по-моему, на iHerb, а вот второй раз увидела, купила в Superfarm, с удовольствием использовала. В виде такого увлажняющего крема, по-моему, утром я использовала. Да вообще в любое время, классный. Ну и из увлажнения, сейчас я ещё его доиспользую. Есть у меня крем фирмы Origins, это такой подарочный, небольшое количество ещё осталось. Гелевая текстура, классный. Он с кофеином, с неоцинамидом, именно в утреннее время. Особенно, я думаю, какой-нибудь, может быть, даже жирной кожи нормальный подойдёт. Мне немножко маловато питания, потому что консистенция гелевая, и у меня уходит в ноль на коже, но бодрит. Тем более, что у него аромат такой цитрусовый, приятный, освежающий. Правда, ощущение свежести утром, после нанесения. Бальзамы для губ. Насчитала 5 штучек. Одна из них, это маска ночная, перешла ко мне с прошлого года. Фирмы Клаву заказывала на iHerb. Очень похоже на такую же ночную маску Laneige, Petitfi. Я тоже их пробовала. Здесь 20 грамм. Это очень большой объём для средства для губ, для бальзама. Очень долго пользовалась и, могу сказать, даже поднадоела мне в конце. Но хорошее, хорошо питало, увлажняло губы. Единственное, такой формат, он не очень удобный, потому что нужно доставать из этой баночки. Ванильный аромат был. Далее я попробовала два вот таких вот бальзама для губ. Один цикопласт бамбы, наверное, тоже, да, он бамбы 5. Нет, почему бамбы 5? Это я уже с кремом путаю. Просто цикопласт с пантенолом 5%, такой вот увлажняющий, был хороший, мне понравился, плотненький. И вот такой отодерм, это фирма Биодерма. Биодерма, да? Он был, по-моему, немножко более... не такой плотный. Но оба классные. Единственное, что мне не совсем нравится формат вот так выдавливать бальзам для губ. Не знаю, почему мне больше... я поняла, что мне больше понравились в стиках, потому что далее я попробовала в стиках Биодерма стик. И вот сейчас пользуюсь Ульяш. Его уже не так много, вот такое количество, но я еще продолжаю пользоваться. И однозначно мой фаворит года, это фирма Биодерма. Вот этот вот стик, мне нечего вам здесь показать, я его полностью истратила. Он очень классный, у него немножечко малинки приятный аромат. Вроде бы ничего особенного, такая беленькая, ну да, какая-то гиеническая типа помада. Но правда, хорошо питал, увлажнял кожу. При этом не липкий, не жирный, не сильно какой-то плотный или наоборот легкий. Вот то, что нужно. Мне правда очень понравился, он идет в мои фавориты. Ульяш меньше мне понравился, сейчас им пользуюсь. Можно сказать, примерно одно и то же, да, оба стика, оба примерно одинаковые. Ну вот, понравился меньше, не знаю даже по каким причинам. Запах такой обычной гигиенической помады, наверное, где-то советской. Однозначно, стик Биодерма мой фаворит. Мое двухэтапное очищение это гидрофильные бальзамы и пенки гели. Гидрофильных бальзамов, очищающих я, использовала, вот смотрю на них, 6 штук. 5 из них Хеймиш, один Beauty of Chosen, кто как называет, и одно гидрофильное масло. Начну, наверное, с него. Только сейчас оно у меня вот практически уже здесь закончилось. Это фирма Памерс, заказывала на iHerb. Ну, не очень мне понравилось. Просто-напросто я не совсем люблю жидкие такие гидрофильные масла. Также не очень хорошо снимала макияж глаз, плюс аромат розы. Ничего особенного. Масло и масло истратила, повторять не буду. Это я кинула. Фирмы Хеймиш. У меня получилось 3 с ароматом мандарина и 2 классических. Я использовала. Это мои самые любимые гидрофильные бальзамы. У меня нет никаких нареканий. Хорошо смывает макияж, SPF. Удобная вот упаковка, да, крышка. Еще там была лопатка. Это хорошая цена. Мне удобно заказывать iHerb, то есть удобство доставки. И плюс хороший объем, самый большой получается. 120 мл из тех, которые, по крайней мере, я видела. Обычно они 180, а бывают еще и меньше. Но у меня они уходят достаточно быстро, так как я каждый день пользуюсь гидрофильным бальзамом. Первым этапом очищения, потому что каждый день пользуюсь SPF. А SPF просто так мылом не смыть. Хорошо бы его очищать именно гидрофильным бальзамом. Ну и, конечно, пользуюсь все равно какой-то тональными основами, которые нужно тоже убирать. Кстати, вот еще клиник такой маленький малыш у меня был, подарочный какой-то, тоже использовала. Хороший. Но, если говорить цена-объем, то мне выгоднее покупать Heimish. И также я в этом году попробовала вот этот вот Beauty of Jose, не знаю, как уж называется. Сайхерп. Здесь 100 миллилитров, тоже удобная упаковка. Классный гидрофильный бальзам. Но по цене получается дороже, чем Heimish. А для меня эта категория, ну, не настолько прямо... Если хорошо на моей коже работает, меня все устраивает, зачем платить больше пенки? С пенками все, даже не знаю. Основа это ЦРАВЭ. Получается, 6 пенок ЦРАВЭ мы истратили всей семьей. Не только я одна. 4 вот таких зелененьких. Одна еще у меня не закончилась до конца. Это пенящаяся пенка для нормальной сухой кожи. Потому что есть такая же кремовая, которая не пенится. И два вот таких голубеньких ЦРАВЭ. Это с этой салициловой кислотой. Но оно все равно, оно такое достаточно мягкое. Хорошо очищает кожу. И две таких штучки. Мы вот, правда, пользовались всей семьей. Поэтому уж я не знаю эти 6 штук. Не могу сказать, что я одна потратила за весь год. Но удобство упаковки. Удобство покупки. Потому что я покупала их в Израиле. Объем, цена. Мне все нравится. Как работает на коже. Хорошо смывает. Как вторым этапом смывать макияж. Так и утром умываться. Также в этом году я познакомилась с двумя такими гелями. Один из них Биодерма. Биодерма. Сенсибио. Покупала у нас в Суперфарм. Это для чувствительной кожи. Очень мягкий такой гель. Очищающий. Мне все понравилось. Он какой-то мицеллярный считается. Это гель Муз. 200 мл. Супер. Ну, опять же. Не познакомилась бы, если бы не дерматит. Покупала бы, как обычно, может быть, что-то с iHerb. Да и все. Ну и второй гель. Это Цикапласт Бамба 5. Все по той же причине. Удалось познакомиться. Пантенол 5% в составе. Хорошо успокаивает кожу. Очищает бережно. Также использовала все в тот же период. Вот эти вот два геля. Они меня очень выручили. В тот период. Как раз таки. В тот момент. Классные оба. Аптечные. Супер. Ну и из повторов. Это Жаде. Фирма Жаде. Джей для сухой кожи. 200 мл. Вот такая пеночка. Гель. Мягкий. Нежный. Очищающий. Много раз его брала. У нас в Суперфарм. Есть такой же голубенький для жирной кожи. Поэтому. Не знаю. Всем советую. Если нужна какая-то. Быстро купить гель пенку. Вот он неплохой. У него есть небольшой какой-то легкий аромат косметический. То есть это для какой-то обычной кожи. Классный. Жиденький. Но хорошо очищал. Категория мыла, пенки для лица. Она все же получается в моем случае более семейная. Так как стоит в ванной комнате. И мой муж и дочь тоже пользуются мылом, пенкой, гелем. Я даже думаю, что и вот этими они тоже наверное частично может быть и пользовались. И у меня есть последняя категория. Какой-то рандомной косметики. Сейчас вам покажу по очереди. Это мицеллярная вода. Я не люблю мицеллярки. Я не пользуюсь. Опять же вот предпочитаю двухэтапное очищение. Но в свой период дерматита я покупала такую бутылку. Пыталась ей пользоваться. Она все равно, несмотря на то, что сенсибио это для чувствительной кожи. Мне больше понравился именно такой тоник. Я потом заказала тоник. А не мицеллярка. Потому что непонятно. Его же все равно смывать надо. Не можешь оставлять на коже. Но я думаю, что хороший вариант для снятия макияжа. Кто именно любит такой вариант. Ватным диском очищать лицо. Я не очень люблю. Но к самому продукту никаких конечно же претензий нет. Также у меня закончилась эта энзимная пудра. Раз в неделю. Хорошая эксфолиация. Очищение тоже кожи. Кожа гладенькая. Отшелушивает все вот эти. Растворяет межклеточное пространство. Кожа становится сияющей. Гладенькой. Думаю, такую штучку нужно иметь в арсенале. И вот раз в неделю пользоваться. У меня закончилась. Покупала на iHerb. Это фирма Tony Moly. Далее. BHA COSRX. Вот такая жидкость. С салициловой кислотой. Она у меня еще не закончилась. Но периодически я такую покупаю. Она у меня уже была в этом году. Мне кажется, это вторую я уже купила. Когда есть какие-то проблемы на коже, нужно раз в месяц начать протирать кожу, наносить что-то против воспалений, то это хороший вариант, особенно для сухой кожи. Потому что в составе также есть увлажняющие ингредиенты. То есть она не сушит кожу, не пересушивает. Салициловой кислоты здесь совсем чуть-чуть. Мне кажется, я в прошлом видео говорила 4%, но я говорила, мне кажется, здесь 0.4% конечно же салициловой кислоты. Совсем чуть-чуть. Поэтому очень мягко, аккуратно действует на кожу. Там как-то вам не агрессивно эта салициловая кислота. Классный. Много раз повторяла. Также у меня закончилась маска с розовой глиной фирмы Heimish, с iHerb. Она с каламином 7% и оксид цинка 7%. Цинкоксид. Немножко может подсушивать кожу, но я надолго не наносила ее. Буквально где-то на меньше 10 минут. Розовая глина хорошо кожу тоже разглаживает. Главное не пересушивать на лице, на коже, а вовремя смывать. Мне понравилось. Сейчас у меня аналог этой маски. Или наоборот, это аналог маски Origins. Тоже с розовой глиной, такая ретекстурирующая. Но здесь получается больше объем и цена дешевле. А качество хорошее. Мне понравилось. Далее была у меня масочка Glam Glow увлажняющая. Такая вот. Ой, какой у нее замечательный запах. Шикарный. От одного запаха уже как в спа побывал. Но не могу найти. Почему-то не продаются в Израиле. Раньше они были и в Апреле, и в Суперфарм. А сейчас нет. Маска классная. Просто увлажнение. Хорошее увлажнение. Питание кожи такое. Приводит в тонус. И действует, наверное, как-то успокаивающе. Приятно. Просто приятно в ней находиться. Ну и последняя масочка. Это такая миниатюрка Honey Mask фирмы I'm From. Тоже с iHerb. Здесь 38.7% меда. Не для аллергичной к меду, да, или чувствительной кожи. У нее, кстати, консистенция меда. Цвет такой тоже желто-коричневый. Но она обычная, успокаивающая, где-то немножко согревающая, увлажняющая маска. Не помню, чтобы какой-то суперэффект от нее был. В полном размере я повторять ее точно не хотела. В отдельной категории хочу показать солнцезащитные средства. У меня весь год были вот такие вот La Roche-Posay SPF 50. Это именно линейка Antelios Age Correct. То есть антивозрастное средство. Убирает темные пятна. Работа с морщинками. Увлажняет, питает. Мне очень нравится именно вот эта линейка. Я им пользовалась так же утром, как кремом. Как обычным кремом, да. Она же база под макияж, она же SPF. Вот этими средствами. У меня сейчас в использовании так же этот La Roche-Posay. Но что-то мне кажется, я точно не помню, маловато две штучки за год. Наверное, у меня было еще, наверное, было три. Но, возможно, я просто от него избавилась. Ну, в смысле, не положила в эту свою сумку с пустыми баночками. Возможно, было и так. Потому что, ну, 50 мл, то есть 100 мл за год, ну, конечно же, нет. Скорее всего, были еще. Другими никакими я не пользовалась весь год. Ничего не пробовала. Потому что, как я уже говорила, мне это средство нравится. Моей коже подходит. Меня все устраивает. Хорошо защищает от солнца. У меня не скатывается под макияжем. Как я знаю, у некоторых девочки вот писали мне в комментариях, у кого-то скатывается. Я не знаю, от чего это зависит. Ну, меня все устраивало. Возможно, в следующем году попробую что-нибудь еще. А на этом все. Я все категории вам показала, рассказала. Это все пустые баночки, которые я использовала в этом 2023 году. Не знаю, много ли, мало ли. Но, по крайней мере, я рада тому, что большая часть, практически все мне понравилось. Я все использовала до конца. Вот, кроме, там, буквально, можно сказать, одного средства. И, значит, не потратила пустые деньги. Плюс, поскольку мне все более или менее подошло, значит, я с удовольствием этим всем пользовалась. На следующий год, надеюсь, я попробую еще что-то новенькое. Буду обязательно вам показывать, рассказывать. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. И думаю, что это видео в этом году будет последним. Мы увидимся с вами в новом году. Поэтому поздравляю вас с наступающим новым годом. Надеюсь, он принесет нам море эмоций, счастья, добра, любви, мира, здоровья. И всего только самого лучшего. Пока-пока. Bye-bye.